Кто ж не любит чебуреки? Тонкое, слоеное тесто, горячая сочная начинка, любит все, но готовить одна морока, и долго, и хлопотно, но по этому рецепту все наоборот, готовим чебуреки на скорую руку. Раньше в моем представлении чебуреки, это было что-то ужасно сложное, причем действие происходить должно было в облаке мелки, с грязными по локоть руками, а все оказалось проще простого, и тесто можно замесить с помощью вилки, и без мучной взвеси в воздухе вполне можно обойтись, а вот обойтись без чебуреков никак, особенно без таких, на скорую руку. Досмотри шинвида и я предложу записать список ингредиентов. В чашку просеять муку, добавить соль, перемешать, влить воду и быстро хорошо размешать вилкой, чтобы не было комков. Маргарин нагреть до кипения, тонкой струйкой влить в чашу с тестом, хорошо перемешать. Тесто хорошо вымесить, сформировать шар, положить в пакет, пакет поместить в холодильник на полчаса. Лук почистить, мелко нарезать. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Зелень вымыть, мелко нарезать. Фарш смешать с нарезанным луком, добавить соль, перец хорошо вымешать, в фарш добавить нарезанную зелень, немного воды, перемешать. Через полчаса, как раз когда готов фарш, тесто достать, разделить на 16 частей, сформировать из них 16 шариков. Из каждого шарика раскатать тонкую лепешку, в центр положить ложку фарша и слепить чебурек. В сковороду налить не жалея растительное масло, раскалить, обжаривать чебуреки до золотистой корочки. Приятного аппетита! лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. А теперь ингредиенты. Мюка, 3 стакана, стакан граненый, емкостью 250 мл, вода 1 стакан, маргарин 125 грамм, фарш 500 грамм, лук репчатый 1 штука, зелень, по вкусу, соль, по вкусу, перец, по вкусу, растительное масло, по вкусу, количество порций, 4. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка, гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Надеюсь, было интересно, приятного аппетита и следите за новыми публикациями.